Есть вещи, которые радуют. Да, большее количество людей понимает, что лучше, когда все было в избытке. Когда дети получали качественное и полностью бесплатное образование. Когда пенсионеры на пенсии сидели и играли в шахматы. Когда медицины СССРовской гордились все. Когда квартиры были бесплатные. Когда недвижимость получали просто так. Когда люди любили село, да там и жили. Вот тогда было здорово. И вот тогда была одна партия. Коммунистическая. И походу все потихоньку к тому идет. Да, нам со многим придется разобраться. Но пункт номер один. Пенсионная реформа. У нас с вами предстоит большая работа в июле. Мы обязательно будем участвовать во всероссийской акции протеста. 28 июля проведем в городе митинг. Возможно еще какие-то будут у нас пикеты. Где мы начнем потихонечку собирать подписи. Я думаю, что референдум или всероссийский опрос населения по пенсионной реформе по-любому состоится. Сколько мы можем прожить вообще? Я планирую прожить 100 лет. Вот назло всем властям, чтобы дожить все-таки до пенсии. Как-нибудь. Хотя, сами знаете, что с нынешним законом, который собирается принять, не факт, что многие из нас доживут. По прогнозу социологов, только 17% мужчин доживут до пенсионного возраста. Из тех, кто ныне сейчас живет. Кто еще не вступил в пенсионный возраст. Из женщин немножко больше доживут. Но все равно мало. Фактически мы говорим о фактическом лишении права на пенсию. В Советском Союзе было правило такое. Страна счастливых стариков и ребят, правильно? То есть люди работали, люди получали пенсию. Вы же не рады, не просто так же все это дело случалось, правильно? Конечно, потому что люди знали, у них была стабильность. Они знали вполне то, что они когда завершат свой трудовой путь, женщины в 55, мужчины в 60, что они будут государство позаботиться о них, потому что они это заслужили своим трудом. Сейчас государство эту обязанность от себя самоустранило. И фактически, ну, сами понимаете. Возникает вопрос, что человек будет делать, если он понимает, что для своей пенсии он не проживет, деньги свои он никуда не будет девать. Смысл? Может быть, все-таки будем другими вещами заниматься? Да, уже многие говорят о том, что пора заниматься другими вещами. Сами понимаете, какими. Пора уже, так сказать, народу брать власть в свои руки. Вы наверняка тоже не доживете, да? До этого возраста 65, а потом, скажешь, 68 лет, логично? Я точно не доживу, потому что 65 лет мне не светит, это однозначно. Я в 91-м году демобилизовался рядов Советской Армии, устроился на комбинат, на комбинате зарплату не потели. И мы все пошли, все мое поколение пошло в коммерцию. Далее я работал. На колбасную цеху стаж мне не шел. Я сейчас посчитал, у меня примерно 6 лет набирается стажа. То есть я сейчас работаю в такси, мне этот стаж также не идет. То есть я буду работать вообще-то до 70 лет. Но я назначен до 70 лет не доживу. Вот это тоже, да, клево? То есть мы сейчас поделим вопрос. Если мы не доживем до пенсии, зачем нам эти деньги платить? Может быть, я не прав? Или я все-таки прав? Да вы правы. Я полностью с вами согласен. Зачем нам это платить? Зачем нам нужно это государство, за которое мы... Государство сейчас... Я вступил в КПРФ буквально 3 месяца назад. Вступил в КПРФ после того, как понял я, то, что государство сейчас принадлежит буржуазии, оно так и есть. Оно выступает на стороне буржуазии. Дело в том, что я оказывается сейчас... Погодите, давайте все-таки вернемся. Это называется буржуазия. Я что-то не въезжаю. Буржуазия – это тогда, когда буржуа жили длинное время. Правильно? Если я правильно понял, буржуа у нас не могут быть физически, потому что настоящий Советский Союз разрушили в 1991 году. Правильно? Да, правильно. По-моему, все-таки не буржуазия. По-моему, все-таки это варьё. А варьё от буржуазии чем отличается? Чем отличается от варьё? Ну, есть такая штука, допустим, да, как нормальные люди, которые живут, да, ну, то есть есть грамотные буржуазии, которые работали там пятое-десятое. Ну, в любом случае, да, мне возникает вопрос. Если вы все это вдруг откуда ни возьмись взяли, так поделитесь народом, а? Зачем из нашего народа выдергивать бабки? Все подряд реально. Ну, вот я хочу свое немножко мнение продолжить. Даже открывая любой ресторан, любое кафе, любую мастерскую, вы открывая, вы должны всегда прекрасно понимать, потому что доход вас и вашей семьи зависит не от того, как вы работаете, как вы хорошо работаете, а даже не столько от этого, а сколько от того, сколько вы не будете допачивать своим работникам. То есть какую прибавочную стоимость вы получите? Ну, я базируюсь на марксистской теории. Я только после вот именно вот этого пенсионного решения, пенсионной этой реформы узнал, что оказывается в России у нас действует регрессивная шкала налогов. Оказывается, если я получаю 20 тысяч, я плачу 26 процентов. Если я получаю 100 тысяч, я плачу 10 процентов пенсионный фонд. А если я получаю миллион, то я плачу 1 процент пенсионный фонд. Я прям, я был в шоке от этого. Какая у нас красивая сторона, да, ведь Россия. Очень красивая сторона. Да, у нас не только непрогрессивная сторона. Погодите, погодите, есть нормальные прогрессивные страны, допустим, Америка, да, где много-много денег зарабатываешь, больше денег и платишь, логично. Да, 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 да. А есть страна как Россия, где чем больше ты денег зарабатываешь, тем меньше ты платишь, бля. Лепота. Вообще лепота. Так часто получается, что люди не у власти сидят. Интересно, есть люди, критикующие власть? Им тоже сидеть придется? Или вы вспомните, откуда власть взялась? Вы же были коммунистами, так ли это? Почему вы не боитесь, что вас рано или поздно посадят? Такое же может случиться? Ну, меня посадить трудно. Я юрист из прокурорской конфессии. Я сам садил других. Но, но преступников. А меня посадить замучаются. К слову, может быть оно так и есть, но по сути все, что строилось и чем мы пользуемся, за исключением двух мостов, построил комсомол. Бам тоже строил комсомол. И где он живет сейчас? Где? Да здесь же в Магнитогорске. И так же ездит на природу. Это действительно очень интересно. И на природе всегда хорошо выехать с товарищами. Это очень приятно. Особенно на активном отдыхе, когда участвуешь в соревнованиях. Где-то как-то на выходных восполняет силы. То есть мы не будем говорить, что мы просто сидим. Почему нет? Мы можем так же приехать и отдохнуть просто. И вспомнить молодость былую, комсомол. Это же было совсем неплохо, если честно. Помните те же самые стройки? Да, бам. Вы-то наверняка не помните, а я-то помню. То, что люди приезжали, построив это дело, заработав денежки, и потом они жили, в принципе, неплохо. Почему сейчас этого нету? Я вот этого не понимаю. Ну, мы-то тоже не понимаем, поскольку стройотрядов практически уже нет и никуда не посылают. На стройки век. Они теперь уже нерентабельны. Вот так вот, да? Да. Клево. Построили замечательную страну, да? То есть ничего не поменялось. Больше бы вашего присутствия было бы дело. А теперь поговорим о главном. Ваша мысль будет иметь место, и дело будет в Магнитогорске. В месте, которое будет оборудовано, как и должно быть по нашему закону. И дело-то состоится 27 июля. А чтобы вы знали, вот вам телефон, где вы сами определитесь с вашим выбором. Хотите вы платить деньги за пенсию или нет?